МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Регистрацию кандидаты должны предоставить до 18.00 26 июля. При этом представители партии «Яблоко» и «Коммунисты России», а также кандидат-самовыдвиженец для регистрации должны будут представить подписи избирателей. Сделать это они могут в том числе через портал госуслуги. За первое полугодие этого года специалисты Роспотребнадзора области исследовали 1117 проб молочной и масложировой продукции. Из них гигиеническим нормативам не соответствовали 47. С оборота сняли 143 килограмма масложировой продукции. Всего с января по июнь проведено 35 контрольно-надзорных мероприятий на предприятиях торговли молока и молочной продукции. Кинотеатр художественный передали области. Там снова собираются показывать фильмы. Об этом сообщается в соцсетях губернатора региона Александра Авдеева. Изменения собственника здания и земельного участка, на котором оно расположено, уже закрепили распоряжением областного правительства. Историческое здание в центре города планируют передать в оперативное управление областному киноцентру, отреставрировать и показывать там фильмы. При этом власти признают, что на это потребуется время и средства областного и федерального бюджетов. Здание кинотеатра пустует более 10 лет. Предыдущие попытки возрождения кинотеатра провалились. На фоне общего кризиса индустрии кинотеатров очередная идея восстановления выглядит непростой. Однако губернатор региона в соцсетях отметил, цитата, что любимый старшим поколением Владимирцев кинотеатр может стать амбассадором показов лучших отечественных фильмов. Владимирский спортсмен победил в девятом этапе Кубка России по ралли. Александр Басманов выступал в экипаже с представителем Санкт-Петербурга на автомобиле «Хонда Цивик». В списках турнира были заявлены более 60 команд из разных городов России. Соревнования проходили в Псковской области. В области прошли всероссийские соревнования по русским тройкам. В конном турнире состязались участники из разных регионов страны. Зрелищное событие прошло в Петушинском районе. 20-й фестиваль русской тройки объединил жителей региона и туристов. Соревнования проходили в нескольких категориях. Победителем турнира по паркуру среди одиночных парных запряжек и четверяков стала участница из Москвы. В паркуре на тройках первое место занял представитель Владимирской области.